Нам предложили разработать ряд программ, которые можно было бы с помощью различных фондов, бюджетов внедрить. Обязательное условие участия в этих программах, это общественность поддерживает, либо не поддерживает эти программы. За 2016-2018 годы в город из областного, государственного и средств международных организаций было подмечено 324,5 миллиона гривен. Ну и сейчас остановлюсь на основных проектах. Это значит были произведены капитальные ремонты в 12 ОСББ. Это была замена окон, утепление этих домов, также капитальный ремонт кровли. Значит, капитальный ремонт проспекта Московского. Сессионный зал, вот это значит, это самое, была поставлена система ВИЧ. СНАП у нас была, электронная черга внедрена, это на первом этаже, который капитальный ремонт инфекционного отделения. Центры реабилитации детей инвалидов, да, это было отремонтировано, заброшено, убитое здание. Реконструкция автодороги по улице Мира, это деньги ДФРР, и тут значит наше софинансирование. Реконструкция улицы Владимирской, Богдана Хмельницкого, капитальный ремонт. Капитальный ремонт дороги по улице Будывельников, это тоже наше софинансирование с местного бюджета и деньги ДФРР. Капитальный ремонт дороги Схидна, капитальный ремонт Будивлевской поликлиники, это замена окон и дверей. Реконструкция кровли США номер 10, реконструкция кровли в детском садике номер 3, дом для переселенцев, значит ВПО, открыт прозорный офис ВТСЗН. Сейчас совместно с Северной экологической финансовой корпорацией НЭВКО, значит мы уже провели тендер, в конце января будет заключен контракт на внедрение проекта энергосбережения на объектах уличного освещения города Рубежное. Видно, много мы делаем для города, и это радостно. У нас планы больше. 300 миллионов это за 2 года, грубо говоря, а сейчас вот проекте сколько там, 700. Давайте тогда к второму вопросу приступим, давайте на будущее, на 3 года план, я так понимаю. Да, перспективный план развития города Рубежное, 19 и 21 год. Да, ну значит в этот план перспективного развития мы внесли 23 проекта, ну вот перед этим у нас было заседание в полкомах, где было, было внесено предложение 24 пункта внести сюда еще выделение денежных средств на разработку проектно-сметной документации. То есть это 2 миллиона, да, Владимир Ильич? Мы добавим еще 24 пункт, вот, значит и всего тогда у нас, ну, будет на 752 миллиона всех этих проектов. Ну, вкратце, может быть, давайте расскажем. Давайте по каждому пункту. Да, для обеспечения якостных медичных послуг населения места Рубежное. Это комплексный проект, это уже у нас есть проектно-сметная документация. Это капитальный ремонт терапевтического корпуса, ну, то есть это 4 этажа. Это ремонт кровли, утепления, замена окон, дверей, это капитальный ремонт внутри этих отделений, плюс закупка еще оборудования. Это было совместное у нас совещание с медиками, с нашими, они нам предоставляли информацию, мы это все облагораживали. Сбережение, это модернизация закладов культуры места Рубежное. Вот это Владимир Степанович ДК Дзержинского, то есть это филиал нашего городского ДК. Реконструкция очистных споруд, водоканал, ну, это понятно, да, всем. Вот. Капитальный ремонт системы газопостача не низкого тиска с воскористанием гидравличного разрахунка богатоквартирных будинков Министера Рубежных. Ну, это все связано с проводимой сейчас децентрализацией. А новыми техничного парку для ДЭПа, для нашего ДЭПа. Это, значит, там закупка пылесоса, комбинированные машины, там комбинированные машины для зимней уборки. В общем, все, что связано с благоустройством, с чистотой нашего города. Розвиток спортивной инфраструктуры Министера Рубежных. Это капитальный ремонт ДЮС США. Вот. А также приобретение оборудования необходимого. Модернизация объекта Лосвиты Министера Рубежных. Это капитальный ремонт первой, четвертой и пятой школ. Створение навчально-методичного центра и с симуляционным забеспечением у Министера Рубежных. Это капитальный ремонт строителей 32. Это медуниверситет. Реконструкция частейного гуртожитку по улице Студенческой 28А. Заходы с энергосбережения, замена окон и двери США номер 2. Будемництво Минского парка. Формование публичного простора на площади Володимирска. Капитальный ремонт, значит, аспальто-бетонного покрытия по дороге Схидна. Трудовая, будивельника. В бюджете 2019-го заложены деньги именно на текущий ремонт тротуара, дорог. Дальше у нас пошли, значит, наши сады. Капитальный ремонт это с 1-го сада, 2-го, 8-го, 9-го, 3-го, 6-го. И капитальный ремонт школы номер 8. Будемництво-экономизационного коллектора по улице Студенцка, от улицы Менделеева до улицы Помарынчука. Ну и 24-й пункт это будет разработка, уделение денежных средств на разработку проектно-смертной документации. Ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы поддержать вот этот проект инвестиционной программы на 2019-2021 годы, с учетом вот там дополнения, там 24-й пункт. Прошу голосовать. Кто за? Кто воздержался? Против? Единогласно. Поставленные вопросы на повестку дня все исчерпаны. Всем спасибо.